Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Смотри, учись, с вами Миша и Егор, и сегодня будем смотреть за новым 7.33 Некрофосом, и мы такого развала на Некрофосе вообще за всю историю канала никогда не увидели, потому что тут прям идеальный игрок продемонстрирует силу нового Некрофоса, просто высадит катку в ноль. Также он еще будет играть против Хускара, тоже интересно посмотреть на этот матч, потому что вот по игре Хускару зачастую довольно-таки тяжело против Некрофоса, дается начало игры, правда, он может хорошо линию отстоять, вот опять же у нас в ролике был игрок, который брал топ-1 ранг на Хускарчике, Маурин, вот, он сказал, что Некрофос, Некрофоса можно легко вынести на линии, играя на Хускаре, а вот по игре, по игре, да, могут быть проблемы, особенно сейчас, коса проходит в БКБшку, то есть ты сможешь скисить героя в БКБ, сейчас Некрофос еще сильнее стал в мидгейме против того же самого Хускара, будет интересно понаблюдать, как вообще сработает мидовый Некрофос против Хускарчика, тут сразу извиняемся, какой-то баг реплея, это никак не пофиксит, потому что, видите, не пишется скиллпоинт в скилле, но мы, если что, озвучим, что он сколько взял, ну, в принципе, тут раскач на Некрофосе это несложно. Первый, третий просто качаешь, и все, собственно, так что мы с этим ничего поделать не можем, просто разработчики что-то опять намудрили, ничего страшного, играть будет через Радик, тут, в принципе, тоже, ну, конечно, были изменения в билдах, сейчас начали тревел авторы покупать на Некрофосе, потому что, опять же, можно туда-сюда летать, набивать косу, это прикольно выглядит, на тиммейтов летаешь, так вот Зай из Ликвид делает, очень рано этот трейдер в лаберет, вот, ну, и догончик сейчас начали чуть почаще покупать, догон интересный стал, вот, ну, а в целом Радик на Курово Некрофосе, это, наверное, самый популярный, и там пилд, вот, ну, и, соответственно, обсудим все изменения Некрофоса, озвучим их, но после небольшой рекламной паузы. Сейчас на Эпиклуд проходит эпичная заруба, подпивасы против гулей, в новой бесплатной мини-игре, играешь за бару, да беги до эсэфа, а пикнул эсэфа, да попади кайлом по баре, и не дай ему добежать до себя, выбери на чьей ты стороне, и лутай в этой зарубе крутые шмотки, и также море ништяков раз в час, за победы фарми души, и открывай за них бесплатные сундучки, покажи силу подпивасов, ну, или силу гулей, тут зависит от тебя, я лично подпивасы. Ну и не забывай об ОП, который по ссылке снизу можно получить бесплатно, а не за 300 рублей. Выполнил 15 заданий, получил аркану, а за прохождение всех 60 уровней, лутай ДК-хук или плечи на эсэфа за 12к рублей. Все это добро в закрепленном комментарии, так же как и наш промокод на 15% к балансу. Ну и с героев, но тем не менее, на голду поделил. Когда пришел на линию, у него было 250 золота. Тут уже очень ранний ботинок. Он прыгнул по тавру, благополучно вышел, орехов не получив. И в кикбай сразу же нурик. Сразу же грейшеные стики. Мне кажется, грейзи стики на эту линию немного необратно. Так, грейшеные стики на некров все обязательны, потому что у него второй скилл умножает и хп, и манусы стиков. И самое интересное, то что обычно некровцы не дамажат хускаров. Обычно хускары наоборот делают все возможное, чтобы по хп просесть против некровца, чтобы крепиться тут же. И рейд кликает, и пульсы заряжает, и ну зле не отработает. Пар раз загнал хускара под тавр. Слушай, хускар реально его боится. Да, он его вообще уничтожил пока что в мене 19. 19 крипов, когда у хускара только 11. Он даже себе сапог на некровсе купил, мне кажется, чтобы бегать наоборот от хускара. А так получается, что некровос сам с ним бегает. Ой, какая же крутость, ажкат. Земельки очень, очень своевременная. Просто еще и фраг достался некровос вообще офигенно. 1200 голды просто. Откуда-то появилось так, кстати, еще лишь каким-то образом оказалось. Пятерка лично, и кстати, они тоже убьют. А я правда земель и погиб, но зато совы эксп для некровса. И фраг тоже ему достанется. Болин, приятно, приятно. Капец, какой же старт крутой, полторы тысячи просто уже голды. Шесть грипов хускар целиком пропустил. А хускар только штабнул четвертый. Тут уже часть экспоят шестого. Сверху не даю слово вставить предложение. Раскачка первой в три, третьей в два. Чтобы не пугались. На всех героях почему-то не показывается скилл билд. Странный бак, такого еще никогда не видели. Ну, думаю, починить ближайшее время. Разбил, кстати, руну, хотя ресурсы не полные. Но иногда бежать так далеко не хочется на корах. Ты, кстати, подбираешь нейтралки, если рядышком саппорт. Но сейчас уже не актуально. Раньше выбирал нейтралки, если рядом саппорт есть. Курьера отправлял. Саппорт рядом. Ну, и саппорт, ну, можешь потенковать, не знаю. Вообще никогда не подбирал нейтралки с рядом саппорт. Рун это же Бунтос и так далее. Курьера любит отправлять всегда. На баратрумчике часто такое. Бежишь куда-нибудь на линию. Курьера... Ой, по пути убил нейтрал. Там всегда надо стоить с топовщением курьера отправлять. Ну, все, есть коса, смотрим. Может, даже получится сейчас убить этого. Хускара. Ну, в идеале, чтобы саппи какой-то стянулся. Там земелька покатился. Потому что в тупую он его не сможет просто пойти и скосить. Хускара так легко не подставится. У нас был в ролике Маурин, игрок, который топ-1 ММР убрал на Хускаре. Медовом. Также он в первой дивизиону отобрался. С командой Немега сейчас. Вот, и мы записывали интервью на медового Хускара. Вот, он говорил, что практически всегда покупает Негрейжен и стики. В стартовом закупе. Вот, в этой игре бы они были очень сильно пригодились против Некрофиса. Но там парень три гантельки себе взял. Вот Маурин тоже сказал, что он от трех гантелек уже давно отошел. Не нравится ему этот билд. Я вот тоже раньше думал, что стики вообще в Хускаре не нужны. Потому что, опять же, ты, ну, мана у тебя всегда есть. А ХП порой, ну, восстановить это только тебе заруинить. Может, однако, вот, не знаю. Часто бывают такие моменты, когда ты на ХП можешь стики нажать и на развороте там разменяться и любить. Уранжевского героя. Это шликарно. Реализовал косу. Сделал телепорт на тревлах, кстати, в бот. Но не смогли тут Урсу подловить. Не обязательно было тпшся. Но тайминге очень хорошие тревла прям ранние. И как раз тревлах сейчас очень крутые на Некрофоса. Многие прям вторые тревлася рашат, как вот в Ликвид Зай играет. Вот он берет очень рано тревлася, а вторые на Некрофосе и просто ходят постоянно косу, набивают. Прикольно это выглядит. Негрежная, в принципе, тоже неплохо работает. Вот единственный минус, конечно, билда, когда ты играешь через тревла и радик, у тебя вообще статов нет никаких. Эти два предмета статов не дают. И у самого по себе Некрофоса статы такие себе. То есть у тебя тысяча здоровья, тебя очень легко заберстить. Вот у вражеской команды даже есть какой-нибудь Драгонайт, который может тебе стан дать, и тебя за время стану могут убить. Вторая попытка, кстати, сделать телепорт на тревлах. В этот раз нажал глиф и у Русевича не отпустят. Крутой глимс залетел. Ну и приятно, что вражеская Кирилл убил на секундочку. У человека, который играет. Кирилл, причем сейчас с базы пешочком бежал. А на базу во многом благодаря Некрофосу его загнали. Темп он ему очень сильно испортил. По поводу стиков, у меня есть какое-то воспоминание, что раньше тебе стики на Хускаре нравились. Просто из-за того, что про игроки игнорировали стики на Хускаре, на про трекере прям полтора стика на всю страницу. Тебе начало казаться, что они лишние. Не, наоборот, вот я стики никогда не уважал. Ну, там ни на темп варке, ни на Хускаре. Ну, потому что всегда казалось, что это невыгодно, когда стики какого-нибудь только один ресурс восстанавливает. На саленсере тоже мне стики никогда не нравились. Вот, про Хускара я. Послушав Маурино, переосмыслом. Ну, кстати, по поводу Маурино здесь Хускар обедит, это круто. Опять косу реализовал. 2800 на Творцу Хускара прям. Вообще, нету игры у пацана. Он до сих пор без стиков, до сих пор без капли, кстати. Опять же, ты покупаешь... Даже если ты не знаешь, что такое Маурино. Даже если ты не уважаешь стики на Хускаре, против некрофиса стики практически обязательны. Потому что некрофиса очень ограниченный прокаст. При этом он не может стоять линию, не заспамливая своим первым. Он гарантированно зарядит тебе стики. И эти стики практически гарантированно запретят ему тебя косить. А комбинация стики плюс капли, все это против некрофиса бессмертенна, если ты не ошибаешься. Если ему не помогают. Пингует, кстати, что есть тревелла. Хочет, чтобы сварк напал на Драгонайт. Сварк напал, но паунцем не попал из-за этого. Может, не хватит дэмэдж? Да, не хватает. Ошибка явная сварка. Там прям видно было, что некрофис самого пинговал, что еще прилечу. Он, во-первых, поздно начал. И еще и паунцем промазал. Жалко, что отпустили. В качестве компенсации некрофис забрал здесь кем за стаками. Опа. Интересное нападение от Баунтьхантера. Вижен имеется. Ну, у тебя Баунтьхантер убит, но это прям халява. Не смог он смириться, что стаки забирают. Пошел просто по-тупому как-то отдался. Ой, да тут еще и глимсунули вича. Шикарно. И у него сейчас будет коса. Может, получится? Да, получится спокойно. Блин, три-три-три их просто убили. Три полки, да, было? Да, никто все поделил. На, косит. До свидания просто. Капец, как же развал. 8-0-3. Кускарчик. Опа, тут еще и... Кускар. Ой, крутой ультимейт. Валоры. Офигеть. Ультра кел. На 10-й минуте. Еще и не умер. Ну, что дезераптор, что валора. Даже очень круто, помогли. Дезераптор стрела вырубил. Валора прорегенила. И то, что килл достался. Это же очень важно. Не будет их 6-ти пассивок, кто же пришлось бы догореть. Саппорт у него прям вот все. Лучше земель, что дезерич. Очень много делают. Постоянно подключаются в драке. Помогают дедушке. Офигеть ему фраг на Баунхантере досталось. Я даже не помню. Как вообще? Даже корейнер со скайфом. Ну... Есть хеста, так что хускара можно особо не бояться. Под хускар даже боится. на безгроши радость станции сокращать не стоит ты пошелся на бот отпушит линию уберет здесь катапульта но ли линию он пушнул когда пульта принципе погибнет от крипов сути радикс талисмана интересно первых интересен радикс талисмана с этой стороны у него нет птшки у него нет рис бенда не очень мало скорости атаки это не всегда получается реализовать на некропоса с другой стороны все равно немного странно потому что и талисман не факт что возникнет ситуация где талисман пригодится но самое странное то что он вот не стал допушивать линия выглядела безопасный древних тоже не стакнул на и древние как-то очень странно бегали рассредоточились и сейчас по итогу на линию выходит когда она гораздо опаснее и когда вижна андреа героев нет уже течение полуминута у подловили плеча можно косу нажать ну да в принципе косу на микрофосе сейчас редко жалеется потому что опять же нужно набивать стаки косы у него уже 400 к когда он прокачает косу они тоже прокачаются такая механика то есть у него будет ульта в 3 и вот эти 400 к они будут давать получается но за каждый стак 6 хапа регена и 3 мана регену очень важно стаки набивать и пофиг что там пятерку не в пятерку ты нажал эту косу просто со факт того что ты кого-то косишь эту очень важно кстати ну возможно здесь скажется то что он потратил косу все герои такие плотные не просто банально дыма же сейчас может не хватить без косы ну если по всему так есть отпустили все изгрызла не хватило бы баунти хантера дома убили бы ну ладно принципе 4 там хп большая половина плюс сейчас магический резист по синего 35 винты это 35 маг резиста почти как от брейсера старого сколько он 4 2 лава 6 давал до кстати приходит пайт с радиансом 1340 у него трава ла ради крышиные стики нулик и пьер виду есть хочется положить один из двух свободных слотов сейчас в один из них положит пояс но за вторым ингрессив не интригует себя я думаю нет меня и совсем не нравится что у него закуп совершенно без потов а винда есть тоже статы не даст черная к сам приятно винда есть отличие от тревелов стоит не две с половиной тысячи ну да он кайфовый но к я сэнс вот не очень нравится к я сэнс на микрофосе вот в таком билде не очень бил ты сейчас на прям шикарный а кстати выключил радик чтобы не убить случайно вот этих крипов то что они ему пассивку отключили если бы он их убил то пассивка бы не зарядилась а так он подождал к это пассивка ночью вот это пакость спадет с него нажал опять глиф на крипа пришел зовут алфраг не вообще идеально играет и билд очень крутой нарач это смурфак что играет прям очень хорошо ну тут да тут уровень трофеев небольшой 77 не откалиброванный титанчик системе то больше чем не на меня так что не фармит все остальные трехсотники да не это по-любому смурфак чей-то очень хорошо играет у меня вот трофея 133 эти очередная реализация тревелов ну тут правда егис и дезераптор поспешил наверно с ультимейтом за этого может не хватить ну да не шарда сюда и думаю шардом однозначно сожрал бы есть пульс кинуть семейт но как не хватило магический резист за работой у него еще клок сверху 20 процентов in ты 50 то есть 55 сопротивление магия и ульта кстати в единичку было на некрофосе из-за этого низкой сил но кости сейчас очень тяжело блин и клок теперь это реально уважаемый предмет стал это не тот скулок который раньше за 550 покупался просто чтобы для темпа не просесть дешевку взял так сказать капюшончик щас клок блин 800 вообще стоит причем магического резиста дает больше чем старых у джида ну куда я 17 процентов ну да кстати на 20 процентов худого но ход цеха перегендовал проблема ульта уже в двоечку очень нравится мне что талант на десятом теперь ты всегда берешь на косу тушен ну не за мне очень сильно всегда нравился этот талант интернет ими на стадальности применения косы гораздо прочее нажимать чувствуется по игре нажал га шаут чуть под замедлить урсевича ну и шикарно блин 1506 бегает это вообще ненормально настолько идеально играет и билд вообще шикарный просто 3 влая радианская сэнш вот идеальные 3 артефакта но не для всех игр опять же потому что жадный билд очень без статов практически но если игра хорошо складывается то он прям шикарно смотрится то что утка и сэнш она тебе дает все что тебе не хватает по сути это хп-шку тебе до статус резиста даст еще и усилит твой дэмэдж магический идеально предмет смотрится и дальше как бы шар тоже выглядит обязательно шарт очень твой фарм ускоряет но и еще запали на сейчас будет проще инициировать этого шарда в летаешь там соперника святого на запали или нет момент спорный как по мне некоторых ситуациях старый шарт покруче было бы проказ старым шардом гораздо сильнее бесконтактный тоже не кровь из бывал вас и ведь можно было но тут это нападение диски по хорош потому что союзника тоже можно нажать и я не помню рассказал ей или нет штука работает вот этот сам снаряд который не кровь из превращается он не наносит роны и не хилят просто сначала не кровь из прилетает и после этого вокруг него срабатывает дес пульс самый обыкновенный то есть если какой-нибудь герой бежит саму спитом ну плюс-минус 420 наверное то ему не нанесется урон сразу если герой бегает пяти хаску то благополучно может убежать вот этого и урона шарда с ней тралка чуть не повезло не вам брейс не выпал видимо не этот не шауха а ну да о чем это это не тралку ты хочешь хвалить на микро пассивной кстати мог сочетания к сара на на любовь ускара наверно тогда бы лора выжила так она со стрел догорела вот мне нравится что разработчики сделали в каждом тире чтобы было нейтралка на мувспид я потому что прям вообще балдеют мувспидом и теперь в первом тире есть брошка которая дает 20 скорость передвижения 125 маны вообще офигенно нейтралка во все времена было я очень рад что ее вернули во втором тире теперь есть копе 20 скорости передвижения третьем тире есть улитка 25 скорости передвижения и в четвертом тире теперь шторм крафтер дает 30 скорости передвижения и вот я прям уважаю разработчиков что они сделали чтобы везде была скорость передвижения в нейтралках это прям прикольно правильно правильно сделали у тебя нет ощущения что успеет всем героем будет поднимать из-за этой огромной карты кстати интересная мысль ну наверно вряд ли но возможно действительно они столько не ровно успеет добавили то что да карта вы больше по крайней мере в этом логика есть вряд ли добавят как то это не похоже на правду из честно уж не похоже на карту это то что он не похож на бороду что карта стало больше в полтора раза касающийся отка дышится можно будет успеть сожрать леча получается замедленного шраудом глимер сейчас конечно капец сильно очень предмет его и на корах даже покупают опять несколько сил кстати лог рабочий две косы выжили чему здоровьем тут не такая механика что секунда проходит и надо взять нас к себе такая механика по моему только у леона да это потому что он запек причем что интересно об этом прямо в описании написано но до сих пор не все игроки в курсе либо либо очень хорошо притворяется что не в курсе что фраг лыганой те тоже кажется что взяли бы сделать так чтобы давала хотя бы пол три секундочки силы это хотя бы одну ну да да прикольно боба не в его я шила мне казалось что сначала возьмет себе либо блин силовой и погонимчик лхп расширить еще думал что он будет играть слота сам возможно либо с юлами диск был против бх очень хорош ёлла против фурса круто работает против хаскара а сколько не хочет испелов купленных против бх только на земель и юла и все 0 лотосов на команду против бх как тебе такое забавно бх против диспелла вообще не играет сейчас когда бх пикается в каждой игре можно диспеллами закупаться и рейнити мою игру давай себе взял на замедление гораздо популярнее этот талант конечно чем альтернативный но замедление он идеально смотрится под радианцевый билд проще было выжигать догонять хотя никогда не бегал заведение очень много еще и подшил его вот эту шикарно смотрится сократил дистанцию шардом мог не нажимать на ракосу поприоритетнее таргета подождать хускара того же хотя нет там кассажа падение низ не избивая дамбу телепорт стана нет скосить скосит забить не получится тапешку причем тоже интересная механика может кому интересно уже устаревшие а в прошлом патче коса тоже пробивала бкб но она бкб не нажималась то есть ты гостишь персонажа и в отмена получает а забавный вторую скилл легионки либо аганимный баф титана либо например марси сетки с талантом и за это коса сработает кого-то бкб шкинет будет и стан и урон точнее был бы и стану урон честно с механика новая нажать можно урон нанесется но остана не будет все когда-то наоборот было стан работал но вот урона не было это кстати красный блин к видимо реально очень много замедления по здоровью также расширить то что видите 1908 катает они кровь из топ-1 над ворс но по здоровья небольшой 2000 красный блин код он прям кайфово много полезного дается для такого не кровь и как игра резко успокоилась прошан причем живой ой 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 бедолага наличие ну кстати биологи наличи очень много резиста напоминаю так и рашан все-таки достался команде резинт зря не его игнорию а нет смысла опа реализация шарда но непонятно хватит и дамы замедлилась ваш рауда надо замедлением конечно попроще стал но он подумал что это не рашан потому что хускар на линии показалось он прям на него камеру явился в моменте а я без версия раскатит его раскатить его очень легко но плюха его почти две сотки горение тоже миллиард на подходит ракетиру продажей шар от супер мемный вспоминаем кстати что он нажал шард вкус кара и вкус кара еще три минуты от этого снаряда наносящего урон давал деру я уверен я прям убежден что снаряд который прощается не кровь из он должен наносить урон либо хилить в зависимости от того кто цель потому что старый снаряд он носил урон или хилил и потом вокруг цель а не вокруг не пропаса выпускался уже пульс так поймал контроль и кыша от вкд но разворачиваться него некому андас этого не озвучивали только что получил взял уменьшение установления здоровья играет во первых войск ускара комбинации с живой вообще невозможно ли гениться против урса и талант тоже может сработать против д.к. урс с ампиризмом играет в д.к. очень много установления здоровья хускар бедолага самом деле просто у него нет ворсона хускар и меньше чем у четверки земель как же он его уничтожил 24 012 это когда очень круто сыграл у тебя тоже статус барина косе таймер все закончился таймер не успел обратить внимание не успел чем интересно означает даже очередной бак а в третьем стере очень ждем нейтралку которые наши зрители обожают клок еще больше резистов но сейчас вместо аганима как будто бы даже уже тараска более интригующие тараску купить на не кроссе всегда огромный собласт жаль мы видим ее очень редко касавка д но и овощи че-то долго пробивают к шраутов к дж 8 самый центр замеса залетают вообще не на очки ой кой же уже поляну постелил а то я и дезераптор вау да да красота нет из карте здесь речь красава после bb кстати урса оба сливаем причем зайди в профиль хускару это тоже какой-то смурф его 82 процента на хускаре 13 подряд на бруде ось 4 процента один из подряд трофеи сороковый уровень всего лишь шага как он напустил себе на хускаре столько ммров не выкупая стики против некрофоса может он в тильте там был или уставший или наоборот только проснулся ну да что вообще уничтожил спамера хускара без шансов ну и закуп мечты не в каждой игре к сожалению получается так играть тревелоразик не в каждой игре 8000 творца на сколько 1330 там был тайминг ну а так вот этот билдок тревелоразик обычно продолжают саши кайшевый и красным блинком а догоним или тараска это же вкусовщина это невероятно много урона щас если залетела скара магический резист повышенный мне казалось что не сможете скусить а кстати таймер пошел есть таймер не значатого статус баре все дать уделяюсь посмотрел жестко блин ну и всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось то обязательно ставьте лайки и мир вам